Гражданка Украины, несварливая Инна Витальевна, приехала в Баку для проведения ринопластики в клинике Кэспенн Интернейшнл Хоспиталь, а врачом Инны был вугар Фархадов. Но, как утверждает наша собеседница, она чуть не попрощалась с жизнью. 13 января у меня была консультация в клинике Медикус, не помню адрес точный, но если надо будет, то вспомню. И принимал меня вугар Фархадов, доктор, который, собственно, и делал мне, проводил операцию по ринопластике. Клиника называется, в которой проводилась операция Кэспенн Интернейшнл Хоспитал. Значит, операция прошла, я не знаю как, из наркоза я выходила очень плохо. Но когда я спросила у докторов и у медсестров, у медсестер, как прошла моя операция, они все говорят по-разному. Они все говорят, что хорошо, только когда я начинаю задавать вопросы, они все абсолютно говорят разные, у них у всех разные версии, разные истории, видно, что у них начинают глаза бегать. Так, после операции, которая длилась более 4 часов, очнувшаяся в реанимации Инна Витальевна почувствовала неладное. По ее словам, на шее и в области груди были синяки и очень сильно болела грудная клетка. Вся рука была в крови и одежда, в которой ее отвели в операционную, была снята. Подумав, что случилась остановка сердца в результате передозировки анестезии, Инна захотела встретиться с анестезиологом. Я проснулась в реанимации, что меня напрягло, почему я потом и начала задавать вопросы этим всем медсестрам. Когда меня привезли уже в палату, я обнаружила у себя на шее пятна, как будто бы меня давили с обеих сторон. Пятна были также на груди, между, ну вот в этой части груди были синюшное большое одно пятно. То есть у меня есть, я думаю, что у меня случилась остановка сердца во время операции и возможно было переливание крови. Потому что когда меня забирали на операцию, мне вставили катетер вот сюда и катетер вставился очень легко и просто с первого раза. На данный момент видно, что катетер перецеплен. И здесь уже два прокола. И еще один прокол появился здесь, в области шеи. Это значит, что еще один катетер был во время операции. Когда я была бездыханная, мне что-то со мной делали. Потом меня на операцию забрали в одной рубашке, а привезли совершенно в другой. Меня забрали с сухими волосами, с шапочкой на голове, все как положено. А привезли с операции, уже эта шапочка была завязана на мокрых волосах, как хвостиком собраны. Вот так вот в гульку были волосы. У меня очень-очень много вопросов. У меня есть подозрение, что во время операции что-то пошло не так. Что случилась, возможно, остановка сердца. Когда я начала требовать документы, чтобы посмотреть и убедиться, что операция прошла действительно успешно, мне никто ничего не отдал. И перед этим мне обещали, что я в клинике буду находиться два дня. Но на следующий день, когда я подняла суматоху и начала все выяснять, сказала, что пойду к главному врачу, мне сказали, чтобы я убиралась уже в 10 утра. Не отдав мне никаких документов, сказали, что придешь на перевязку и мы тебе все отдадим. Мои подозрения, что на операции было что-то не так, мало того, что что-то не так. Я думаю, что врач-анестезиолог, который меня анестезировал, это Ибадов, его фамилия Ибадов, скорее всего, он сделал большую дозировку анестезии. И я подозреваю, что была остановка сердца. Пошлась там одна женщина, которая почти мне все рассказала, но ей не дали. Она убежала, испугалась. И в этот момент опять есть подозрение, что есть что скрывать. Доктор, когда утром зашел ко мне, мой лечащий ринопласт, который делал мне ринопластику в угар фурхадов, утром в 8 часов он зашел ко мне. Я у него спросила, где мой анестезиолог и почему мой Ибадов, который меня анестезировал, не зашел вчера вечером после операции. Сегодня утром я его еще не видела. И вообще, знает ли он, что я жива? Тогда он мне начал говорить, что вы что, помните, кто вас анестезировал? Вас анестезировала женщина, он мне начал придумывать. Потом он из коридора позвал левого доктора, который я вообще не знаю, имеет ли отношение вообще к этой операции. И они начали мне рассказывать, что, а может быть, этот тебя анестезировал? То есть, они думали, что у меня галлюцинации, и я, ну, они смогут меня запутать. Но не тут-то было. Я знаю точно фамилии, имя, лицо всех врачей, которые со мной работали. Инна недовольна еще и тем, что врачи и его ассистентка рассказали всему персоналу про инфекцию, которую она перенесла много лет назад. Врачи не держат врачебную тайну. У меня вирус РВИ показывает положительный, потому что 15 лет назад я переболела этой болезнью. Сейчас все хорошо, антитела просто проявляются. И когда я шла на операцию, каждая уборщица, извините за выражение, каждый администратор, все, куда я подходила, где я не сдавала анализы, с ассистентом моего доктора, который должен защищать мои права, вместе с ассистентом, они насмехались надо мной. Как будто бы они меня сейчас взяли с трассы, я не знаю, что у них в голове, что они думали, но они меня унижали и оскорбляли.